Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня хочу поделиться некоторыми советами с теми, кто хочет развести у себя красивые и неприхотливые цветы. Вот примула весенняя. Кто не видел, как цветет она в групповой посадке, когда сплошным, посмотрите прошлогоднее видео у меня. Она расцветает почти одной из первых. Она очень быстро размножается. И вот весна, это опять же тот самый период благоприятный, когда можно ее пересадить. И желательно сделать до того, как она расцветет. Вот видите, она в фазе бутонизации сейчас, она бутончиков набрала. У меня ее в огороде в различных уголках целые, ну я не могу сказать поля, но очень-очень многочисленно у меня растет. Вот примула и под грушей, кустов, наверное, 50-60 и около теплицы. И там вдоль заборчика везде неприхотливая, теневыносливая, может вынести тень, морозоустойчивая. Вот такое растение, которое один раз попав к вам на участок, вы можете посадить и забыть о нем. Но единственное, что нужно делать, деление куста периодически. Потому что, смотрите, розетки, она, очень много розеток у нее делается, она сильно такая, как плодовитая. И вот в каждой розетке, каждая розетка это отдельное растение, оно уже хочет свести и желательно весной или осенью их разделить. Видите, вот бутончики, 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 все в бутончиках. Я сейчас хочу украсить вход в теплицу, так как мне их жалко куда-то девать, их размножилось очень много. Я посмотрела весной, сколько их вырезало, мне стало даже страшно, куда их все девать. Сейчас соседке какую-то часть отдам, какую-то часть около входа в теплицу посажу. И вот как раз, когда я работаю, сейчас с ней начала выдергивать, я хотела вам посоветовать, кто работающий, например, огородник, кому очень некогда. Вот эти цветы станут настоящим украшением вашего участка и ничего не потребуют взамен. Вот посадили и забыли. Но потом, когда куст станет очень-очень большой, много там будет розеточек, только что рассоедините деление куста, дадите родственникам, друзьям очень красивые цветы, очень ранние. Это вот прям как символ весны, примула весенняя. Есть еще дикий вариант, первоцвет весенний называется желтый, а вот это вот домашняя, примула садовая. Все, до свидания. Сейчас я буду ее высаживать, когда зацветет, я вам покажу. Вот видите, уже бутоны зацветет на днях. Несмотря на то, что я уже рассказывала, что у нас были морозы, минус 2, минус 3 шел снег, примула, она морозостойкая, а на все морозы им нипочем. Вот видите, вчера еще только снег, земля была в кол. Сегодня она, как ни в чем не бывало, такие сочные, мясистые, зеленые листики, бутончики. Все у нее целое. Все, до свидания. Я пошла садить. Продолжение следует...